Привет! Сегодня я расскажу как прокачать свой шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2 при помощи аксессуаров с сайта Алиэкспресс. Итого у меня есть вот такие 4 интересные коробочки. И начнем пожалуй с самой большой и красивой. Как ты думаешь, что там внутри? Видимо придется открыть, чтобы узнать. А это оголовье от Kiwi Design, которое является прямым конкурентом элитного крепления от Oculus. И должно стать заменой стандартного мягкого крепления, которое больше подходит на резинку от трусов. Внутри очень компактной упаковки оказалась тряпочка для протирки очков и линз шлема, как приятный подарочек. Твердый каркас и мягкий затылок, которые элементарно соединяются друг с другом. И останется только снять старое и установить новое. Которое я заказал, потому что недавно мой оригинальный Oculus Elite Strap благополучно лопнул в стандартном для него месте. К сожалению, когда это случилось, меня не было дома. Поэтому я не могу сказать при каких обстоятельствах и каких усилий это стоило. Так как моя семья при виде поломки начинает крутить жалом во все стороны и мямлить что-то типа А что-то такое? А кто это сделал? Оно само, наверное. Или, может быть, это кот, а что ты ему за это сделаешь? Но да, оказалось, Elite Strap можно сломать. И в своей рекламе Киви показывает, вот поглядите, наш-то гнется как гимнаст, значит с ним такого точно не случится. Но по факту они оба из примерно похожего материала и гнутся одинаково. Так что это ничего не значит. Если нормально относиться, то и то, и другое будет служить годами. В чем особенность стекол из колл-страпа, так это в том, что в нем минимум мягких элементов, а значит нечему рваться. В этом плане затылок и центральная лямка у Киви поролоновая, покрытая кожзамом. Но в данном случае меня это не напрягает, а кому-то наоборот придется по душе, так как она банально мягче. А вот в чем крепление от Киви может похвастаться, так это, во-первых, оно отлично выглядит в плане дизайна и хорошо сочетается с Quest 2. На Алихе уже много аналогов лид-страп, но когда видишь вот именно это, сразу такой, о, вот это норм тема. Во-вторых, он подойдет как для больших, так и для маленьких голов. А в-третьих, с обоих сторон установлены шарниры, которые могут сгибаться под 52 градуса. Благодаря чему снимать и одевать шлем стало еще удобнее. По мне, так оголовье от Киви дизайн ничем не хуже, чем оригинальный Oculus Elite Strap, а в некоторых аспектах даже превосходит его. Если оригинальное крепление можно найти в районе 7000 рублей, то аналог обойдется ровно в два раза дешевле, и не вижу смысла переплачивать. Эта вещь я буду ей пользоваться. Во второй коробочке оказалось, что бы вы думаете, накладка на лицо. Итак, пластиковое основание, две одинаковые съемные мягкие накладки и в качестве подарка подушечка, которая вставляется в шлем и защищает линзы от повреждений во время транспортировки. Накладка крепится к основанию на очень липкой липучке, и мне потребовалось не менее 10 минут, чтобы соединить их вместе. Это оказалось реально не так просто, как кажется. Снизу и сверху есть отверстия, которые должны дополнительно пропускать воздух, вентилируя пространство внутри и немного снижая шанс запотевания линз. Потом есть резиновая накладка, которая должна закрывать зазор вокруг носа, через который проходит свет. Но, во-первых, лично мне нравится, что там щель, это помогает не терять связь с реальностью, от чего меньше укачивает, и я могу задрать голову и увидеть через нее то, что мне нужно в реальной комнате. А во-вторых, с моей анатомией щей она абсолютно не справляется со своей задачей. То есть свет все еще проходит, а резинка бесячий трется об нос. Благо ее можно снять. Еще не очень понравился материал накладок. Это кожзам, и не каждому понравится, когда он упирается в лицо. Это как уткнуться в старую батину куртку. Лично мне тактильно это не очень нора. И лично я бы лучше переплатил за оригинальную накладку, если стоковая порвется. Но эксперимента ради я дал попробовать сравнить накладку от киви и оригинальную нескольким людям. И все они сказали, что им норм, никакая ни куртка, и ничуть не хуже. Один я такой нежный. Ну, типа было бы супер, если бы в комплекте были накладки из разного материала. Одна из кожи, а вторая из поролона. Третья коробочка. Внутри ждал целлофановый пакетик, в который аккуратно завернуты две крышечки батарейного отсека контроллера в движении и два черных силиконовых чехла. Для начала нужно снять стандартную крышечку и веревочку для запястья. И на ее место установить крышку из комплекта. А затем, как носок, натянуть чехол на контроллер, застегнув его на две пуговицы в районе курка. И, конечно, сразу видна первая особенность. Дверца, которая открывает доступ к батарейному отсеку для оперативной замены элементов питания. Правда, учитывая, что даже при интенсивной игре менять их надо раз в две-три недели, непонятно, кому это надо. Но вторая особенность – это крепления на запястья, которые удобные и надежно удерживают контроллеры в руках. По мне, так это главный аргумент купить эти чехлы, помимо сохранения девайса в чистоте. Ну и последняя, четвертая коробочка хранит в своих недрах двух кольца кальмаров. Эээ, в смысле, две накладки на кольца контроллеров. Они без особых ущищрений надеваются и не спадают, защищая от повреждений. Эх, помню в стародавние времена, когда у меня был Oculus Rift CV1. Мне пришлось выкинуть на свалку свой любимый шкаф, потому что я постоянно бил по нему руками, оставляя смачные сколы на контроллерах, все ожидая, когда же они уже сдохнут. А по теме, в принципе, эти накладки полезные в хозяйстве вещь, если игровая зона находится в ограниченном пространстве, и ты стал замечать, что частенько отвешиваешь мебели тумаков. Ссылка на все девайсы из этого видео будет в описании. Подписывайся на канал, а также на мою группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео и самые важные новости мира виртуальной реальности. С вами был Медведи Водки, это время VR, в котором мы живем.